Субтитры делал DimaTorzok Мы слышим звук мощный, махину звука Я теперь знаю, где нота до и где си Как говорится, себя показали, на вас посмотрели, вы себя показали и на нас посмотрели Поехали! Так, но это не для камеры, я имею в виду, это мы вырежем Добрый день, дорогие друзья! Друзья, мы начинаем для вас нашу серию мастер-классов в рамках проведения гала-концерта лауреатов конкурса Александровская крепость Я еще раз хочу поблагодарить организаторов фонд Вольное дело Олега Терепаски За то, что нас сюда всех пригласили, за то, что мы имеем возможность общаться, обмениваться какими-то мнениями, новыми наработками Ну вот, надеюсь, наши мастер-классы тоже всем пригодятся И задача изначальная, привлечь интерес к традиционной культуре края, да, Краснодарского края Кубани В традиционной культуре все комплексно И нет отдельного понятия песня, отдельно танец, отдельно музыка, да, значит, фольклор, он имеет такое свойство целостности, да, вот комплексности Значит, давайте мы помычим сейчас, да, но даже не помычим, а гласные поиздаем Мы просто разогреваем аппарат, да, вначале, ну, как бы, там, немножко по диапазону А потом, как бы, перемещаемся вот в несколько традиций, да, но опираемся на такое понятие, как мелодика, фактурный тип Почему хорошо? У тебя, как бы, в этой распевке есть многоголосие, все равно ты, как бы, ну, в какую-то фразу поешь, да Ну, и характерные движения, которые присутствуют и в мелодике, ну, и там внутри все заложено, собственно говоря, ладовые какие-то особенности Вот, значит, вот у нас хлопцы, которые наверху сидят, будут петь, да, хорошо Вы пока не поете, ладно, а то мы так это, как называют, не получится Ну, и кто у нас там, например, со станицы, вот там, с вольницы, еще вот, те подтянут нам квинтовый звук, хорошо? А то мы не сдвинемся с места Я, 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 пожалуйста, и Я Хорошо, да, все, все понятно Октаву сверху, вот получилось, я, потом е, пожалуйста, и Е Вот, смотрите, понятно, вот, смотрите, как я делаю Я Я Они одинаково У вас я, но е Вот такое, хорошо, я делаем Только хорошо подъезжаем, чтобы у нас, мы как коровы мычали Корова м-м-м делает Она же не поет м-м-м Вышла корова такая М-м-м И пошла себе, нет Она делает хороший подъезд и хороший спад Давайте, я, еще раз, и Я Спад, е Е Е Ё Ё Закрываем рот М-м-м-м Закрытым ртом подъезд и М-м-м-м-м Так, давайте-ка еще разок Я Я Я Пожалуйста, и Я Е Е Е Й Й Й Закрытым ртом М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Держим, потом я буду говорить ма, да? Стоп, закрываем, вот. Ма, мэ, какую гласную говорю, мы ее как бы из себя выпускаем, хорошо? Закрытым ртом и. Ма, мэ, ми, м, и я открываем. Мя. Хорошо, теперь такая у нас попеточка. Я, 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 я в терции, хорошо? Пробуем и. Стоп, стоп, только мужчины, да, мужчины, тем более казаки, ну это не серьезно. Давайте. Я, 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 е, 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 е. Юрий, распевайтесь, пожалуйста, тоже. Вот. Смотрите, какая у нас история. Специально, видите, вот как поют. Я, 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 я. Это нормально, потому что нужно ощутить эту звуковысотность. Но смотри, чего надо добиться. Надо, чтобы они не отдельно были, а мы делаем мягкий подъездик и спад от каждого звука. И получается я, 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 е, 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 йо, 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 йо. Это такой момент, как бы, получается, и между пением, такое речи пение получается, да? Допустим, я мы пели, да, я, 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 вот здесь, если я буду петь. Я, 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 е, 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 ну вот, если не открывать. Я, 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 е, 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 только я специально это утрирую вам, говорю, орать-то, конечно, не надо будет, да? Но рот открывать. И вообще, всё распевание должно быть очень активное, чтобы у нас ощущения правильные были. Когда мы поём традиции разные, там можно не особо это делать, да? Например, если мы там какую-нибудь даже локальную зону и так далее, во-первых, там распев может быть или ещё диапазон может быть маленький. И не надо всё это пользоваться. Но когда мы распеваемся, мы активно разогреваем область маски, да, и резонаторов своих. Потому что я и студентов, и с кем я работаю, всегда заставляю это делать. Потому что пение в полротиках, это хорошо. Но оно может быть уже, когда с материалом работаешь, да? Когда ты распеваешься, ты должен запоминать верные вокальные ощущения и уметь их вызывать. А уж тем более, если ты педагог, то уметь как бы объяснить, как они у тебя вызываются, да? Давайте-ка, парни, дальше продолжим. Я, 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 раз, два, три. Я-я, я-я, я-е-е, е, е-е, ё-йо, ё-йо, там на полтона, я-я-я, я-е-е, е-е, ё-йо, 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 женщины присоединяемся, тише, на этой же высоте, все альты, я имею в виду все стали альтами, даже сопрано забудь, у казаков нет сопрано, там, я-я, я-я, раз, стоп-топ-топ-топ-топ-топ, Раз, два, три. Стоп, смотрите. Сейчас мы выше пойдем, да, нижний голос будет петь. Я, 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 е, 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 ну, чтобы, да, вот. Но что мы делаем, когда поем плясовые песни особенно? Вот, это касается народа хорового направления. Мы поем, например, я, 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 е, 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 ну, доминант ее же подчеркнуть надо, конечно. Это априорно. Кто это придумал? Я все-таки найду. Этих людей в книгах. Кто придумал подчеркивать доминанту? И еще что сделать в конце? Замедление, замедление. Ух, нет, это третий. Зачем вы раскрыли секрет, да? И третий секрет, значит, доминанту подчеркнуть. Подзамедлить в конце, да. И-и-и-и-и. Сейчас поднимаем тесситуру. Я, 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 вот здесь будем. Я, 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 верхний голос. Я, 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 раз, два, три. Я, 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 е, 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 ё, 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 ё Я, 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 е, 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 ё, 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 ё Все мужчины, не, 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 мы сейчас вверх, все мужчины, нижнюю партию Тааааа, я, я, раз, два, три Все хорошо, потом можно подниматься, 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 подниматься. Самое главное в хоровом пении неправильное ощущение метра. Про что говорю, вот смотрите, фразочка какая-то там или еще что-то строится. Один такт, ну два такта, четыре такта, длинные бывают, восемь тактов, условно говоря, назовем. Вот, и мыслим, как бы композитор там или еще, он и мыслит, когда, значит, что-то пишет, а мы, когда исполняем это, мы мыслим один такт, плюс один такт, плюс два такта, плюс два такта, да, вот когда ты дирижируешь, что-то там делаешь, учишь, как армейстер, там, выстраиваешь потом партитуру, что-то добиваешься, нужно мыслить 16, 32, а лучше добиться того, что ты, как армейстер, раз, и ощущать, как сразу 64, как будто вот в одной точке, и когда ты это ощущаешь, тебе, вот мне все время не хватает движения, вот в этих аранжировках, я, ну, может, я энергичный такой товарищ, я все время все хочу ускорить, все время чуть-чуть сдвинуть, темпы в хоровом исполнительстве сейчас, они просто остались, они в 20 веке остались, они остались в 20 веке, музыку, которую написали уже, извините, в прошлом веке и так далее, ее можно исполнять, если есть к этому склонность и так далее, но нужно по-другому подходить, к трактовке тех же партитур, что касается агогики, агогики, нюансировки, и самое главное, ощущение метра, психологии, восприятия метра, как у тебя, как армейстера, так и у людей, которые потом, ну, твой коллектив, выработать постоянно ощущение движения во всем, должна всегда двигаться, вот, сейчас гипотетически перемещаемся на какой-то выдуманный, я подчеркиваю, Дон Иванович, или ко всем другим, но только все с Дон Ивановичем, в любом случае, значит, смотрите, вот у нас мужчин будет такая попивка, а-а-а-а-е-е-е-е-а-ой, ну, что тут, сложно, что ли, а-а-е-е-е-е-а-ой, да, только а-а-а, чуть-чуть подержали, вот, а-а-е-е-е-е-е-е-а-ой, за мной, а-а-е-е-е-е-е-е-а-ой, одни мужчины, а-а-е-е-е-е-е-е-а-ой, теперь, смотри, сгладим, да, чтобы у нас было важно верхние гласные, а-а-а-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Е, 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 а, ой, ну не сложно. Е, 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 а, ой, во месте. А, е, 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 а, ой, а, е, 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 а, ой, а, е, 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 а, ой, е, 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 а, ой. Хорошо, только делаем это более объемно, а то у нас сейчас получаются немножко пионеры. С мужчин и. А, е, 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 а, ой, и женщины, а, е, 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 а, ой, и дишкам, е, 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 а, ой, а, е, 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 а, ой. Понятно, и вот дишкам, но я всегда прошу, чтобы, ну, мужчины начали все петь, да, потом нижний голос может, ну, на одну ночь подержать. Е, е, а, ой, так же, как бы повторить дишкам через октаву. Потом те, кто и дишкам поют, да, допустим, или голосник, и кто поет этот верхний голос, он тоже с альтами должен попеть. Вы понимаете, в средней тесситуре? Все, хорошо. Сейчас, видите, как органично. Я приглашаю, подойдя, собственно говоря, Ольгу Григорьевну Китенко. Можно с вами диалог вести? Можно будет с вами, да? И я попросила бы сюда выйти и что-либо исполнить. Ну, хотя бы одну песню, пожалуйста, можно давать. Мы научились распевать сложнейшие партитуры. Многоголосие строить, дишкант, все замечательно. А песни нет. Нет просто ее содержания, нет ее мысли. А в чем же это проявляется? А в том, когда мы записываем, общаемся с исполнителями, ну, сейчас их меньше, но все-таки, мы после песни просим или останавливаем и просим, скажите слова, расскажите. И уж они так, они рассказывают ее, как будто бы с ними работал режиссер по слову. И когда я начинаю работать с молодыми исполнителями, со взрослыми, с молодыми, все, песню схватили, стоят красавцы, сильные, мощные. А расскажи ты, эх, донские казаки, да, ну, верно, не могут сказать. Донские казаки, ну, где Дон, где казаки, где сила, где вот это, стать, где, ну, еще. И по несколько раз, по несколько раз. А потом, когда начинаем это петь, мы начинаем петь. Мы не выбиваем и не рассказываем, какие они сильные, какие они донские, да, или там кубанские и так далее. Мы слышим звук мощный, махину звука. Ай, слов нету. Да где же, вот откуда, что. А этот аппарат, он абсолютно мертвый. Мертвый. Сейчас вот за мной стоят потрясающие певицы. И мне хочется попросить, спойте вашу любимую такую давношнюю серьезную песню. С зачином, кто там у вас, а? Да скажите слова немножко, чтобы мне... Что мы в трех любили. Первая любила, постель билу слала. Другая любила, виновна пувала. Третья любила, та и причаривала. Вот, и посмотрите, жесты у нее, и вот это вот она любила, и того любила, а вот этого прочаровала. И это тоже, это тоже поведенческий стереотип. И я посмотрю, как вы будете, ну пожалуйста, заиграйте ее. Чи, что воли, по горам ходили. Чи, что воли, по горам ходили. Чи, что воли, по горам ходили. Оце штонопа парня, шо ми трех любили. ПЕСНЯ 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 тембра, чтобы зазвучал ансамбль казачий. Смотрите, под мужчин. Она тоже под мужчин. Девичий репертуар не находим, поэтому приходится наших студентов учить практически на мужском репертуаре. Нет, проблема репертуара, проблема того, что в 80-е, 60-е годы ездили, собирали, но у нас нет таких образцов, чтобы девочки наши красавицы спели девичью песню какую-либо. Им приходится вот эти тембры выискивать. Лариса Валентиновна чудная, а кто мне не чудная? И Сережка вся чудная был на концерте, скажу так. Посмотрите, вот сегодня это такая вещь тоже тонкая, нет, тонкая о том, как настраиваться фольклорные коллективы. Дмитрий Викторович сейчас, он правильно сказал, сейчас больше фольклора звучит на сцене, а на сцене строгость должна быть, да? Вышли и сразу запели, и сразу голоса пошли, и сразу настроение. А если мы выводим народных исполнителей, вот как сегодня, вот сейчас разошлась только, ей нужно разыграться. Так и там. А как они? Не туды завел, высоко завел, да? А не останавливает или не останавливает, а в процессе запевал и уже понимает, что нужно ниже запеть. Но мы не можем, мы настолько прикованы в том, что вот уж запел хоть тумри, упади. Нет. А можно было и остановиться. Эх, не туды, а ну-ка давай подлать. И тогда песня полилась бы душевно. И вот эти стереотипы нам мешают. Песня-то она вот здесь была, а не на сцене. А сцена нас заковывает. Поэтому огромное всем спасибо за то, что вы делаете. Живите долго и передавайте вот эти эмоции, вот эти руки живые, вот эти глаза, эти голоса. Спасибо организатору Дмитрию Викторовичу за то, что это все есть. И все, чтобы продолжалось. Всем творческих побед! Узбеков! Узбеков! Здрасте еще раз всем. Очень люблю, во-первых, своих педагогов, как Ольгу Григорьевну, как Ларису Валентиновну, Оксану Степановну. Я теперь знаю, где ноты до и где си. Фадо, соли, рели, мисси я тоже очень хорошо запомнил. И обратно. Симья Расульдафа. Вот. Прекрасно. Научили мне сольфеджио. Хотя иногда путаюсь, но ничего. Если что, никогда не стесняюсь спросить совета там или чего, я-то не знаю. Вот. Ну и всем это советую. Не знал? Спроси. Подскажете, научите. Вот. Вопрос мне, Дмитрий, значит, сказал, как относится к песне. Да как? Как отношусь? Может, уже кто это слыхал, не сказал? Но я это не слыхал. Я всегда буду это повторять и говорить неоднократно. Потому что мне повезло, что застал своего прадеда живым. А что вот он у меня с детства сидел, на табуретку садился, меня рядом с собой сажал. Говорит, вот слух и песня. Внучок, помню, что казачьего роду. Передавай потом своим детям. А в то время-то это не дюжи можно было разговаривать, что там казаки. Вот мы с ним постоянно песню учили. Что это не вложили? Поэтому как я отношусь к песням? Только с чувством к своим предкам, с добрыми чувствами. Вот и все. К своей земле. Как можно еще иначе? Так что вот. И вот просто. Но меня тут все равно, вот все уже, ребята, все слыхали. Ну, а кто не слыхал, я, конечно, повторюсь. Я этим, можно сказать, горжусь. Вот песни, какие он мне учил, это в чистом поле, по неволе, конь боевой, и за лесу горкопи мечей, и сотни казаков лихачей. И вот, вот, поэтому я сейчас начну, наверное, в чистом поле, по неволе. Тоже вам покажу, как у нас она играется. Черный ворон, как вариант. Честом и поле, поле по неволе, Песня. Честом и поле, кем молодёй, Длежит над ним, вюдс, Честом и поле, Честом и поле, Честом и поле, Присядет, окружает, Над ним, вюдс, Честом и поле, Той присядеть, то окружить. Вот ты, о невесе, Чёрный ворон, и над От моёю головой и ты, О невесе, бой, чёрный ворон, Ой, я боец ещё живой, Улетела, их чёрный ворон, Сделась большая же не сел я, Он не знает, а где бы он делась им, Сделась и более шею же не сел. Мне вот Дюжа нравится песня моя, Вот гармонь, гармонь, да, Учился я сам, и до сих пор учусь, И не говорю, что там Дюжа игрок там какой-то, Просто реплю, да реплю, вот, реплю и реплю. Правильно, Игорь Григорьевич? Вот, вот мне нравится, вот, надёжа большая тоже, На Андрея, вот у нас студент, вот, Семёнов. Он схватывает, тоже убыстряет. Я иной раз тоже могу на гармошке, вот, забыстрить, Как мелодию убыстрить, и получается, Тентер Вентью, как я это называю. Вот, ну ничего, над этим боремся, вот. Но она тоже выручает, иной раз гармошку, Глянешь, ту или иную песню, почему их не играет. Вот почему их не играет, Бог её знает. Раз что-нибудь срапишь, начинаете играть. А иной раз просто трандобожки, вот, играют. Трандобожки у нас, так говорится, На какие-нибудь лёгко запоминающие, На вроде при лужке, вот. Она быстро играет, да, при лужке, при лужке. Вот мы, грубо говоря, трандобожки им так называем. Вот. Хотя песню, её тоже надо суметь сыграть, да, Да на голоса, да чтоб там, эх, Удаль показать, и, как говорится, Тентер Вентью вот такой устроить. Так что вот. Хочешь, чтобы песни просто жили, Чтобы дети нас их слухали, эти песни. Ну и просто, чтобы люди потихонечку, Где-то за столом хотя бы, На дне рождения или на свадьбе, Но их сели вот так вот, за душевно поиграли. Просто по-семейному даже. Вот. Один роман с Дюжей понравился такой. Вот она, может, к крымской компании относится, Или чего-ли. Вот. Далеко от родимого дома, мне очень она нравится. Мать, ну подожрай, очень хочу. Вот. На гармошке как подбираем? Вроде мелодию выучили, Вот она, гармошка, лишь подзвучивает. Вроде как, недостающие голоса, что ли, Если так можно выразиться. Вот и все. Далеко от родимого дома, Среди серых обрывистых скал, Где гуляют холодные волны, И порой завылает шакал, Где гуляют холодные волны, И порой завылает шакал, Там на камнях лежит. Там на камнях лежит, умирает, В грудь прострелянный русский солдат. Ай, он рано рукой зажимает, Тихо молвить, эх, больно мне, брат. Кровь из раны течет по шинели, Тихо молвить, эх, больно мне, брат. И хотел приподняться он с камням, И так снова на камни упал. И хотел приподняться он с камням, И так снова на камни упал. И так умер бедняга на камне, Не пришла к нему родная мать. Только ворон, голодная, могучий, Все стал ниже над тропом летать. Только ворон голодной, могучий, Все стал ниже над тропом летать. Такая вот песня. Нет, стои. Еще чуть давай. Давай мы ее тоже сделаем. А кругом бушует непогода. Как дальше? Никуда не деться от зимы. Тоже прекрасная песня. А можно даже подыгрывать, там слова простые. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова